Микрорайоны Улагат и Мирас недавно появились на городской карте. В прошлом это был посёлок Пахтокор на городской окраине. Отсюда и проблемы с энергоснабжением. Старые ещё деревянные покосившиеся столбы линии электропередач, рвущиеся провода и прыгающие напряжение тока. Ни холодильник не включить, ни телевизор посмотреть. Из 486 миллионов тенге, предусмотренных на 2011-2012 годы на инвест-программу энергетиков, 200 миллионов освоены в прошлом году. Инвест-программа предусматривает замену старого оборудования в районе. Каждый ветер, каждая непогода. Мы сидели без света, старые счётчики были. Но сейчас, смотрите, поставили новое ТП, КТП, новые столбы, новые линии. Нас это, конечно, радует. Самая современная линия электропередач с самоизолирующим проводом. Естественно, невозможно с него воровать, с одной стороны. И, с одной стороны, погодным условиям выгодны, потери меньше в этом. По старым линиям часто жалуются, например, не может выйти на интернет. Например, качество электроэнергии очень слабое по старым линиям. А по нему, где начало 220 и в конце 220. В микрорайоне Улагат 500 абонентов уже получает электричество по новым линиям. В текущем году запланирована установка 11 КТП и прокладка почти 70 километров новых проводов. Установленное оборудование соответствует европейским стандартам даже крепления проводов на столбах финские, которые прослужат не одно десятилетие. А трансформаторные подстанции Кенталского завода изготовлены по последнему слову техники. Самое главное, что каждый житель будет платить ровно столько, сколько они потребляют. Со своего счетчика, да. А раньше был головной счетчик, и это все распределяли. А разница еще обязательно, эта разница всю жизнь была. Переплачивали, это никого не устраивало. Теперь вот будем, как все, как в микрорайонах будем платить. Инвестиционная программа энергетиков «Антустиг Жарык Транзит» предусматривает качественно новый подход к энергообеспечению населения. В районе еще много неосвоенных земельных участков, а новенькие столбы линии электропередач к ним уже подведены. Энергетики заложили в проект подключение новых абонентов, а до 1 июля текущего года все работы по строительству и монтажу будут завершены. Продолжение следует...